Президенты США и России впервые с момента инаугурации Джозефа Байдена поговорили по телефону. Инициатор звонка – Вашингтон. Сразу скажу, что Белый дом и Кремль по-разному описывают эту беседу, по-разному расставляют акценты. Если верить пресс-секретарю Байдена Джен Псаке, новый американский лидер поднял все те вопросы, о которых предпочитал умалчивать Дональд Трамп. Во-первых, вмешательство в американские выборы в 2020 году, а оно, как считают, в США было. Во-вторых, кибератаки на государственные ведомства США, за которыми, предположительно, стоят российские хакеры. Масштабы удара в Вашингтоне описывают как невиданные. В-третьих, новый президент США, цитирую, сообщил Путину об американской поддержке Украины против российской агрессии. Наконец, конечно же, Байден затронул тему отравления и ареста Навального. Почти ничего из вышеперечисленного в версии Кремля нет. Лишь вскользь упоминается Украина. Никакого Навального. Исключительно внешнеполитическая повестка. Иранская ядерная программа, договор по открытому небу, поздравления с инаугурацией и так далее. Ну и, конечно, СНВ. Ну и, действительно, первое серьезное достижение американо-российских отношений после смены власти в США – продление соглашения о стратегических наступательных вооружениях. Президенты договорились, а Госдума оперативно ратифицировала продление договора на пять лет. Я напомню, что Дональд Трамп пусть и славился своим доброжелательным отношением к Владимиру Путину, но договор об СНВ в существующем виде продлевать не хотел, а требовал участия в соглашении Китая, что невыполнимо. Достигнутую между Байденом и Путиным договоренность большинство экспертов по обе стороны океана приветствуют. По линии, значит, СНВ-3 очень нужно на этой этапе. Здесь это последний, значит, договор, который урегулирует отношения между нашими странами в области, как и оружие. Это вопрос сохранения, в конечном итоге. Это важный эксистенциальный вопрос для США и для России. Но это только начало, это не конец истории в конечном итоге. Потому что задача – это разработать новый модел стратегической стабильности. Пять лет достаточно, мне кажется, вряд ли. Но мы можем дать, я бы сказал, мощный толчок к перерасмислению этого вопроса. И сегодня на связи Павел Фильгенгаор, журналист-военообозреватель. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, звучит это, конечно, СНВ, стратегические наступательные вооружения для обывателя, несколько сложно и далеко. Но можно ли говорить о том, что продлением этого договора мы сделали, Россия и США сделали мир несколько безопаснее, что ли? Ну, наверное, да. В общем, продление договора – это хорошая вещь, это понятно, это ничего плохого в этом нет. Но и переоценивать значение этого события не стоит. Почему, расскажите, Павел? Потому что это, в общем, военно-техническая, в общем, скорее всего, вещь. Военные по обе стороны хотели договор продлить, прежде всего. Это военное дело. Для российских военных важно, что договор устанавливает верхний предел американских развернутых боеголовок, потому что у них есть возможность так называемой дозагрузки, то есть на существующие носители добавить боеголовок, там примерно в два раза больше может стать, пару месяцев, что называется, без договора. А для американских, для Пентагона очень важен режим верификации, то есть обмен информацией чувствительной, инспекции на местах. Это вот то, что американцам нужно. И поэтому военные хотели, чтобы договор продлили, его продлили. Тем более, что это договор заключенной Обамы, в то время, когда Байден был вице-президентом. Поэтому Трампу договор не нравился, потому что он обамовский. А Байдену нравится, что он обамовский. И вот его теперь продлили на пять лет. Но это не значит, что он пять лет, во-первых, просуществует. Он может закончиться в любой момент. Любая из сторон может из него выйти, там, за полгода предупредив, и выйдет. И, кроме всего прочего, сейчас, в общем, скажем, американцы не собираются новые развертывать системы стратегические. Они это будут, где-то как раз через пять лет начинать, новое поколение вводить в строй. А у наших тоже, в общем-то, даже до уровня договора с трудом дошли. По количеству. Так что это не предотвращает дальнейшее ухудшение отношений нисколько. Это не предотвращает дальнейшую гонку вооружений. Но, говорю, в принципе, это хорошая вещь. Но этот договор не заменяет доверие. Доверия между сторонами нет никакого. Но, и, кроме всего прочего, обе стороны считают друг друга врагами. И то продление договора эти факты не меняет. Простите, я для, знаете, дилетантов, наверное, хочу уточнить, но, в частности, для себя. То есть, существование договора и его продление, а разговоров было об этом бесконечное множество. И мы помним, как, например, еще при Трампе Джон Болтон, его бывший советник по нацбезопасности, приезжал в Москву и вел диалог, скажем, с представителями российской власти. Сколько было споров на тему того, продлевать, не продлевать. Так вот, правильно ли я понимаю, что если бы его не подписали, то это бы не означало, что мы переходим в режим холодной войны, что гонка вооружений возобновилась и так далее, и так далее, потому что она и так возобновилась? Ну да, холодная война, по сути, идет. Гонка вооружений нарастает, но она потребует времени. Это, в общем, дорогие системы, их довольно сложно развертывать. Но в договоре есть большие проблемы. Он не покрывает так называемые нестратегические ядерные силы, которые в Америке были ликвидированы, окончательно при обае. Там практически не осталось. А у нас, наоборот, развернуты. Там у них несколько сотен осталось бомб. А у нас там до 10 тысяч нестратегических зарядов никак не учтенных. Потом, значит, тут путинское, это вот вундервафия, супероружие, там эти вот авангарды, там пересветы, всякие прочие бревестники, посейдоны. Это все не покрыто договором. На это будут указывать в Вашингтоне, и поэтому, что Россия нарушает, и поэтому будет нарастать давление, чтобы из договора выйти. По идее, сейчас есть время заключить новый договор, то есть продолжить переговоры, добиться новых соглашений. Время есть, а вот политической воли, похоже, нет. Ни с одной стороны, ни с другой? Ну, не очень. Есть она, и в всяком случае условия, и цели малосовместимы. Поэтому ухудшение отношений предвидят, в общем, со всех сторон. Новые санкции, дальнейшее ухудшение отношений, об этом как бы идет речь. И это, скажем, когда говорят и говорили о Навальном, это не столько о его аресте, сколько о его отравлении. Потому что это подпадает под американский закон 1991 года. О химическом оружии. Которому должны вводить против России сумасшедшие санкции совершенно. Транспортная блокада, как против Ирана, банковская блокада может быть введена. Свифт тот самый. Ну, много чего можно быть введена. Но когда вы говорите о транспортной блокаде, Павел, то вот я слышала от американских экспертов, например, там в Вашингтоне, что Соединенные Штаты не хотели бы вводить подобные ограничения, потому что это прямой удар по российским гражданам. То есть это не удар по Владимиру Путину или его окружению, а это такой вот совсем уж крайний шаг. Вы думаете, это возможно? Нет, есть договор, то есть есть американский закон 1991 года. В принципе, он был активирован после дела Скрипалей. Потому что против страны, которая использует химическое оружие, должны быть применены суровые санкции. Вначале там 90 дней слабые санкции, потом следующие. Администрация Трампа вводить серьезные санкции не захотела против России. Сейчас это может произойти. Не значит, что это произойдет автоматически, но вероятность довольно высокая. Тем более, что Байден с самого начала говорил, что он будет объединять американский народ, объединять Конгресс, работать с республиканцами. А проще всего с республиканцами работать на антисороссийской тематике, потому что против России настроены в Америке все. Левые, правые, республиканцы, демократы. Это объединяет. Американскому бизнесу, в общем, все равно, потому что бизнеса с Россией он ведет очень мало. Поэтому вероятность серьезных санкций большая. Ну, в общем, это и по биржам видно. Все ждут, что настанут санкции. Если не из-за отравления Навального, то из-за кибератаки. Если не из-за кибератаки, то еще есть целый ряд причин. И они ни о чем не договорились. Они договорились о продлении два президента, о продлении СНВ, что хорошо. Но больше не договорились, похоже, ни о чем. Остальном они договорились, что они не согласились друг с дружкой. Я простой, наверное, одновременно с этим несколько, не знаю, насколько уместный. Но, тем не менее, давно существующий вопрос задам вам. Как вы считаете, с учетом наличия тех вооружений, которые у нас есть и у них есть, можно ли сказать, что Соединенные Штаты все-таки опасаются России, действий России, действий Владимира Путина, и исходят из того, что ситуация может перейти на критическую совсем уж стадию? Рассматривается такой вариант? Нет, у России самый мощный ядерный арсенал, развернутый в мире сегодня. Это факт. Об этом говорит Путин, что мы сильнее всех. Действительно, ядерных боевых зарядов развернуто в России больше, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых, может быть, даже в два раза. И, конечно, этого опасаются. Никто прямую воевать с Россией не собирается. Россию будут душить другими способами. Прежде всего, как Советский Союз, экономическими, технологическая блокада, банковская блокада. Добиться, чтобы российская экономика не росла на 10 лет фактически не растет, значит, надо еще 10 лет, чтобы не росла. И тогда с Россией, наверное, они будут именно так справляться. Воевать, конечно, со страной, у которой официально полторы тысячи ядерных, стратегических зарядов развернуты, а еще не стратегических, там, я не знаю, 8 тысяч, 10 тысяч, некоторые говорят, 12 тысяч, никто воевать с ней не будет. А вот экономические санкции будут, и они будут все более и более серьезные. Ну и политические тоже. Изоляция политическая, изоляция экономическая. Россию рассматривают как врага. Но это понятно, потому что Россия рассматривает Запад как врага. Россия в этом смысле начала первая. На Западе долго думали, что это смешно, и не станет Россия Западу и Америке бросать вызов. Странам, у которых ВВП там в 50 раз больше в сумме, чем в России. Но это, тем не менее, произошло, и сейчас это все признают. Разрядки из этого продления договора, похоже, не произойдет. Вообще, скорее всего, никакой. Что ж, большое спасибо. Спасибо. Это Павел Фельгенгавер, журналист, военнообозреватель. Благодарю за исчерпывающие ответы. Ну и добавлю, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сегодня отвечал на вопросы журналистов. И, конечно, было много вопросов о звонке из Белого дома. Так вот, пресс-секретарь российского президента подтвердил, что все упомянутые Вашингтоном темы – Навальный, Украина – действительно обсуждались в ходе первой беседы с Байденом. И сейчас будет несколько цитат от Пескова. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным. Еще условий для перезагрузки отношений с Соединенными Штатами пока нет. У Путина и Байдена серьезные разногласия по Донбассу. Это все цитаты от Пескова. Ну и тут же он сказал, что Путин и Байден не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, но выразили готовность к продолжению диалога. Ну, в общем, ни в Москве, ни в Вашингтоне не пытаются рассказывать о перезагрузке отношений, как это, если помните, было во времена Обамы. Все плохо и будет, вероятно, хуже, поскольку США, по всей видимости, готовят санкции, связанные с попыткой убийства и арестом Навального. Об этом подробно в программе «Катрикадзе иностранных дел» ищите на сайте.